В продаже домовладение со своей личной русской березкой. Неподалеку от центра и двух больших школ, первой и четвертой. Широкий фасад, асфальтированная дорога в 50 метрах, подъездная, ровная, гравийная. Удобная площадка перед самим двором, просторный двор в плитке. Дом теплый, кирпичный, с общей площадью до 100 квадратных метров. Три изолированных спальных комнаты, плюс зал, имеется холл, раздельный санузел, просторная кухня. В дом два входа, что очень удобно. В земли 11 соток по документам, плюс дополнительно 3 сотки в ваше пользование. Крытый навес. Гараж не для одного авто. Есть возможность сделать сауну, баню. Имеется также хозпостройка и мастерская. Ну что, пройдем в дом. Здесь, конечно, требуется косметический ремонт, но это незначительно. Состояние можно заходить и жить. Санузел разделен и отдельно от всех живых комнат, что очень благоразумно. Просторный коридор с уютным холлом. Три изолированные спальные комнаты. Много чего останется из мебели и техники новым хозяевам. Все согласуем. Светлый зал прямоугольной формы. Еще одна спальная комната. Может быть игровой, гардеробной, либо рабочим кабинетом. И третья спальная комната. С холлом мы попадаем в ванную комнату. Она достаточно просторная, в кафеле. На стенах, на полу, плитка. Места достаточно, чтобы поставить еще отдельную душевую кабину. Стиралку. Электрический счетчик на стене. Ну, теперь пройдем в кухонную зону. Достаточно вместительная светлая кухня. Обшита вагонкой. Полы, плитка. Здесь же вынесен котел. Везде чувствуется уют и благостная атмосфера. Есть кладовка, как отдельная комната. Все по-другой. И выход во двор. Еще раз посмотрим с ракурса входной двери. И выйдем во двор. Смотрите, в гараж, ролетные двери. А после я вам покажу помещение под баньку, сауну. Ну что, здесь мы все посмотрели. Пройдем на огород. Заднюю часть домовладения. Есть место для складирования лопат, тяпок и прочих рабочих инструментов. Уличный туалет. Однозначно он нужен. Вот смотрите, еще есть помещение, которое можно использовать под мастерскую. Склад сарай. В этом сарае жили гуся. Здесь даже имеется выпас. Это часть огорода с изгородью, плодовыми деревьями. Давайте посмотрим на него. Здесь растет айва. Это целый рай для животинки. Курей, гусьей, индюков, гусей. И, собственно, сам огород. Если вам земли все-таки недостаточно, то можно убрать изгородь. И огород станет больше. А еще есть три дополнительные сотки в вашем распоряжении и пользовании. Неподалеку от границы нашего участка. Его я вам тоже покажу. Двор у нас огорожен со всех сторон. Вот мы выходим через калитку. И проходим на тот огород, который весь залитый солнцем. Там можно посадить плодовые деревья, сад. Ну, либо же поставить теплички. Вот здесь. Большое раскидистое волшебное дерево. Под его кроной очень удобно расположить лавочку и столик для отдыха. Еще один капитальный хоз-бурок. Здесь жили поросята. Однозначно данное подворье подойдет для хозяйственников, любителей садоводства, огородничества и разведения животинки. Лестница, ведущая на крышу дома. Обратите внимание, какой вместительный гараж. Явно не для одного авто. И, наконец-то, помещение под баню, либо сауну. Хозяева планировали здесь сделать сауну с бассейном. Но уже и время не то, и годы не те. Ну что, как вам такое домовладение? Конечно же, оно для тех, кто умеет и любит трудиться и создавать уют. Вот наш дом. А это уже асфальтированная дорога. Так что дом находится в тихом месте. По тротуару ваши детки могут пройти в школе и неподалеку от центра. Здесь школа первая. И один квартал до речки. Переходя через мост, вы попадаете уже в центр. В центральный парк, банки, МФЦ и прочее. У нас в Полтавской красиво в любой сезон. Покупайте данное домовладение и живите свое удовольствие. Звоните!